Привет Толяныч, витаю Ярчику, давно давно рассказывали, скучили, и дуже рады с Толянычем, что в общем ты к нам присоединился. Поверьте, эти почутки надзвичайно взаимные. Так, нам сегодня предстоит разговаривать очень много, но надеюсь не очень долго, поскольку у нас было три вечера бокса. Все три вечера бокса были по-своему очень-очень интересны, напряженные и зрелищные поединки. Но давайте начнем сначала. Лоуренса Колли, Дэвид Лайт. Сразу поспешу высказать свое мнение, блять. Либо мы нихрена не понимаем в боксе, блять. Либо Лайт, блять, ну далеко не такой крутой, каким мы его рисовали. Вот, вот что я могу сказать. Ну и теперь готов выслушать ваше мнение, Ярчику, давай ты. Начнем с тебя. Лайт виявився насправді лайт, потому что это была какая-то легкая версия боксу, в том плане, что в боксу там было очень мало чего и чего. В общем, поединок очень тяжело смотреться, например, мне было, не знаю, как вам, типичный бой Лоуренса Колли. Мне кажется, что он, чем дальше, станет каким-то нуднейшим, но хорошо, что он получает свои победы. Знаете, цей кисть, мне уже, кажется, трошки схожим стает на, не был такой боксер колись, может кто-то помнит, Володимир Кличко. Он так же умеет боксировать на средней дистанции, как и Лоуренса Коллин, то есть никак. И так само любилось слушать бой, и это, ну, мне не мое, что даже сказать про этот поединок. Ну, я деколька разов за хруппи. Халяна, что ты скажешь? Я вчера начал смотреть этот бой, я вчера заснул и посмотрел, сегодня еще раз посмотрел. Вот то, что у меня случилось яничка случилось со мной. Серьезно, я, вот знаете, этот бой, можно сказать, вот посмотрел его, да, пошел, покурил или пошел куда-нибудь, вышел, и ты уже его забыл. То есть в нем не было ничего, чтобы можно было запомнить. А Колли в десятом раунде, в одиннадцатом, начал боксировать уже по-другому как-то. Не знаю, почему он не начал раньше, но останавливался. То есть у него проходили комбинации, которые весь бой не были. То есть в десятом он выкнул хорошую комбинацию из тройки, попал и остановился. Я не знаю, почему, вот не могу понять. Либо он поставил на себя, чтобы в бой пройдет всю дистанцию, либо он хотел продышаться. Но весь бой клинчевать и весь бой просто джебом кидать, вот этот джеб уже просто не действовал на нервы. Он его не бил, а просто толкал рукой вперед своего соперника, который не представлял никакой опасности. Он шел просто вперед и даже такое было ощущение, что иногда даже боялся ударить. Так бы выкидывал просто удар, лишь бы бездумно, без ничего. Это Дэвид, как там называют, Дэвид? Дэвид Лайт. Да, и как бы вот такой вот бой. Такой вот бой. А так Оле я ожидал большего. Я думал, может быть, закончит досрочно, вернется как-то, что-нибудь новое покажет. Ничего, просто большая детина такая, вот большой такой боксер, которого, не знаю, победить сложно, потому что физика очень сильная. А в боксе вроде он умеет боксировать. Вот в 10-11 раунд нам показал, как он может выкидывать комбинации. В 12-м мог добить, мог, ну эти три раунда, что запомнились мне всего боя, эти три раунда. В 10-й, 11-й и 12-й. А до 10-го раунда просто ничего не было. Просто толкание джебом и все. Но факт в том, что в 10-му как раз то и была эта вспышка, цей спалах. А в 11-му, 12-му таке вражение, что уже просто на нейтральной передаче околе працював и допрацьевывал. Тобто, я не знаю. Цей бой нужно смотреться с трьми подходами. Там, первые 5 раундов, потом до 10-го раунда и потом пойти покурить и финальные раунды поделиться. Ярослав присоединился к нам. Здравия, Теска! Мы обсуждаем боль Лоуренс Акуле, Дэвид Лайт. Какие твои впечатления? Впечатления мои, я от Акуле ничего другого не ждал. Он такой и есть. Он такой и был раньше, на самом деле. Я ничего в нем такого сверхъестественного не вижу. У него прекрасные габариты для категории тяжелого веса. У него длинные амплитудные удары, но нет сокращения рычагов. Он не может пользоваться вблизи. Он выкидывает их, как веревки. И вблизи он просто пользуется своими антропологиями. Он навешивается на соперника. Всегда такое было. То есть ничего другого. Он просто Лайд оказался более держалистый, наверное, так. Чем другие. Чем тот же Гловацкий. Прошелчич там какой-то и прочее. Они просто падали. А этот просто чувак оказался более... 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 Ну, хорошая держалка. Вот и все. А Коли всегда такой. Я не видел в нем какого-то прогресса. Из боя в бой он просто пользуется. Он прекрасно пользуется своими габаритами. Да, у него есть джеб. И очень много... Я не пойму в этом... Тут два минуса я выделяю. Я Лайда вообще не обсуждаю. Потому что это никто. Зовут его никак. И будущего и прошлого у него нет. И будущего нету, и прошлого. Вот. Касаемо... Касаемо Коли, что мне не понравилось, то, что он устал. И непонятная работа. Он постоянно работал на ногах, но... Ну, с такими габаритами можно делать более качественную работу с топпинга. Либо же просто хотя бы навешиваться, как он и делал, но больше заземляться в центре ринга. То есть этому Лайду просто не подал... Лайт просто... Ну, он не давал давление. Он просто подходил. И просто обратился за блоком. Он не делал ни уклонов, ничего. И для Коли какие-то проблемы начал давать. Он реально... Мне... Что здесь в этом поединке... Что для меня было удивление. Потому что Коли после 10 раунда он реально сдох. Он на 7 раунде тоже сдох. Он уже дохл. Он выкидывал руки. Он падал на табуретку. Тяжело дышал. И, если честно, там ударов не так он много и наносил. И он в них не вкладывался. Он просто их выбрасывал. Ну, то есть, он как веревки. Он вот так вот их выбрасывает. Левый, правый. Не сокращается. Ну, хотя, опять же, я снова повторюсь. Номер один в тяжелом весе. Крузове, видите. Потому что конкурентов-то нет. Ну, там, какой сокращенный приедес. Я питая, который неизвестно какой психологической вообще готовности после, там, суда или прочего, где он находился. Поэтому, я же говорю, ну, Аколя номер один. Как бы он не провел поединок. А так он такой постоянно, как для меня. Он такой постоянно. Ну, скажем так, я вообще не понимаю, то есть, за счет чего Аколя собирается выигрывать дальше. Потому что, если взять будущее, взять будущее, тот же самый Арсен Голумерян, как бы над ним не смеялись, какой бы из него не был, там, Д'Артаньян, Дрочиньяна, Тос-Портос, Арамис и Кардинал вместе взятые, он как раз с ударом, он более, очень хорошо действует комбинационно на средней дистанции, где Аколи вообще, блядь, одно слово у меня вырывалось, тупой. Ну, ты, блядь, тупой, блядь, что ты делаешь? Даже когда он попадает, понятие подхватить атаку просто не существует. То есть, такое впечатление, что чувак, вот он, блядь, готовился замечательно, там этот бедный Шугар Хилл, блядь, там его на лапах держал, там комбинационно работали, а потом чувак выходит в ринг, и все забыли включить тумблер средней и ближней дистанции. Вот и все, блядь. То есть, даже тот же Апитая, блядь, ну, Джей Апитая, по сути, это тот же Дэвид Лайт, только умеющий бить и добавлять. А Баду Джек, ну, мне кажется, там Баду Джек средней, средней и ближней дистанции вообще Соколи сделает, блядь, какое-то, блядь, ну, изнасилование публичное. То есть, Лайт меня не просто разочаровал, то есть, если там с Мастернаком, да, там что-то не получилось, блядь, но здесь мы увидели, как вот Ярослав говорит, что оказывается, король-то голый. Кроме физических данных, блядь, какого-то недоджеба, блядь, ну, и иногда ему фартило с ударами правой, больше мы ничего не увидели. Поэтому, вот мне хотелось бы знать ваше мнение от Лоурен Соколи против Джея Апитая, Арсена Галумиряна и Баду Джека. Толяныч. Я думаю, здесь будут эти два проспекта, которые англичане, Колумбилл Смит, этот вот, и этот, как я постоянно его забываю, тоже, который Соколи по взорванию. Ты имеешь в виду Рокпофорны? Да, Рокпфора, да. Мне кажется, их будущее будет, потому что его не будут смотреть Аколи. Если кто-то из них выйдет на чемпионский уровень и будут зрелищные, они заотмят Аколи. То есть, если с Баду Джеком, я согласен с вами, 100% на ближней, средней дистанции, старый, такой хороший середняк, не топовый Баду Джек, который он сейчас разобьет его на средней длине, но не хватит физики. Все равно Аколи выиграет его. Все равно будет навешиваться, уходить на дистанцию просто за счет физики, просто загнет его. Если брать Глумеряна, то мне кажется, Глумерян такой хитроумный, такой боксер, он имеет боксерский интеллект, он сможет, есть шансы выиграть. Аколи, вот такого, который я видел сегодня по телевизору, который я смотрел, вот такого Аколи, мне кажется, он сможет обмануть, как бы, может быть, первый, как делает постоянно Глумерян, половину первую он отдает, оставляет, чтобы соперник устал, а потом начинает бить жестко. Вот как бы, вот у него такая вот тактика, он как бы, а Питай, мне кажется, это 50 на 50, как бы, умения у него не такие большие, но физика такая же. Я бы не сказал, что Питай слабее физики, чем Аколи. Как бы, такой же мощный, с такой, со сломанной челюстью он выиграл, выдержал, а что сделает Аколи, что ему сломают уже здесь? Руки, ноги, что сломает? Как бы, может быть и так. Ярослав, твое мнение? Думаю, Баду Джек проиграет, потому что старый, в любом случае, Макабо он забил, но будут у него удачные моменты, но с такой физикой он не справится. Думаю, не справится, не сомневаюсь, что не справится. Первые, может, три раунда он бы хорошо побоксировал, но потом бы... А Коля умеет своими габаритами этими пользоваться. Хреново, некрасиво, вязко, но он умеет. И тут ничего ты не сделаешь. Он изговнит бой, будет выбрасывать двойку, и правильно говорит Толя, он просто будет навешиваться. А Питая тоже, неизвестно, как ты выходишь, метр девяносто шесть, дядька, и он прыгал все двенадцать раундов хотя бы на ногах. Он будет кидать двойку и вязать, и вязать. Неизвестно, как они будут себя вести. Да, хреново. Да, он будет смотреться паршиво. Будет вплеваться от этого бокса, но тем не менее, оно эффективно. Вот это все. Он будет брать за счет эффективности. Этой двойке, в принципе, джебом он работает неплохо. На своей дистанции ничего. Двойку добавляет, ну точно попадает. Есть удар у него, он опасен. То есть, из того, что он выжимает все, ну вот, выжимаешь все соки, все, что у него там есть, это, допустим, нецуразность, но тем не менее, он делает все это через КПД. Вот коэффициент полезного действия у него максимальный. Поэтому, от Голумиряна я не видел, не скрою. А с Апитая нет шансов, ну как нет шансов, Апитая он выиграет, и Баду Джека выиграет, и Бриедиса тоже выиграет. Давайте забудем Абриедиса, Арсенгел Умирян, Аджея Пятая, и Баду Джека. Да, ну, если говорить Ападу Джеки, и Апитая, то я думаю, что Акулли выиграет. Потому что он, ну, он умеет, ну, то есть, его КПД, сыграют КПД, физика и опыт. Ясно. Ярчику, твоя думочка. А, він мені нагадує казку Антуана Десента-Экзюпери, Маленький принц, где на одной планете жив король, и он на этой планете жив сам. Вот так и с Лоуренсом Моколь, он король, потому что у Крузервейті больше никого немає. Это не потому, что Коля крутое, а потому что Крузервейт сам по себе дно. Что до этих бойцов вважаю, ну, Чемпионов, я попрошу чемпионов. Ну, гаразд, скажем, как вы сказали, цитую вас, перепрошу чемпионов. Галумирян, может, в принципе, и на физице витягнуты. Опитая, сумніваюсь, потому что вся вся вязкость Коля не даст ему возможности так разкрититься, как с сдохшим Бриедисом. Сколько бы там яиц не было, але Коля все-таки параметрами умеет користоваться. Баду Джека, я вважаю, взагалі шансів немає, Околи его сломает. Тобто, Околи может перемогти Галумирян, потому что он, как правило, стартует в конце уже в второй половине, где Околи как раз уже начинает подзихать, и это показал, что аккумулятор Околи достаточно слабоватенький. Ну, опитая может взяться тем, что в принципе, чем и Лайт показал, что если напротив Околи чувак с яйцами, то Околи не таки уже и крутое. А опитая яйца мая, как мы увидели. Ну и во время трансляции был проведен опрос среди британских любителей бокса, было предложено определить лучшего из Белям Смита, Рокофорте и Околи. И на первом месте был Околи, на втором Рокофорте, Белям Смит вообще в подвале сидел и даже не выглядывал. Окей. Дальше мы переносимся уже в Соединенные Штаты Америки Хосе Карлос Рамирес, Ричард Комми. Ну, я не знаю в принципе на что рассчитывает Хосе Карлос Рамирес, вообще не понимал на что рассчитывал Ричард Комми, но мне кажется, что Рамирес и Комми показали одно. Будущего у них в первом полусреднем весе просто нет. Просто нет. Если взять там допустим того же Тамова Липенца, того же самого Хосе Сепеду, ну и не говоря уже о чемпионах там Рейдис Продресс. Напоминаю, что это был дворочный поединок по версии WBC. Такой Карлос Рамирес в своем стиле ричард Комми так и не смог воспользоваться теми преимуществами, которые у него там изначально были. То есть чувак полностью выработался. Бой ну такой себе знаешь, посмотреть и сказать ну посмотрел, ну да там Пасе Карлос Рамирос победил. Будущее нету. Ярчик, а что ты думаешь? А я вам скажу так, я дивился лишь хайлайты и я зрозумел, что добре сделал. Потому что перспективы, как у первого, так и у другого особо не бачу, что я для себя сделаю висновок, что коми все. Я написал до нас уже в зум нашу наш чат, что на коми уже можно ставить галочку, как списанный материал. Ну, а по коми согласен, уже переработанный материал, потому что у него и было то немного в легком весе, брал он физикой, а сейчас здоровье потрачено, он падает нокдаун и плохо от них отходит. Такой софт очень мягкий и по спринчу и к ударам ко всем. И в этом весе он, как бы он не был большой в легком весе, но 53 килограмма он мелковат. Поэтому Рамиресу не заставляло вообще никакой никакого труда сближаться, атаковать, что мог сделать коми. Пробить двойку, потрясти. Рамирес и более тяжелые удары принимал на себя от того же Тейлора. То есть задавить темпом он может в принципе неплохо обрезать углы. Но я не считаю, что Рамирес прям списанный материал. То есть как не списанный, а потраченный. я все же вижу шансы с Прогрессом. Будет очень интересный поединок. Вижу, еще чего может Рамирес выиграть у Прогресса. Фаворит, естественно, Прогресс наверное будет. Но Рамирес ну как бы как что здесь необходимо было сделать? Сделать свою работу. Рамирес ее сделал на оценку 4. То, что сейчас такие товарищи как Сабриэль Матиас да, это для него опасно. Потому что раньше был один хукер и тут кроме Лепинца никого тут не было. А в данном случае да, этот вес уже набирает имена. Посмотрим как Лопес будет себя вести Прогресс Воскрес и поэтому ну я считаю что в эту гонку он не в первых местах Рамирес но за какой-то титул IBF может вписаться ну не Матиас не Матиас однозначно ВБА регуляр ВБА регуляр нет ВБА регуляр к сожалению уже ВБА ВБА то есть мы вернулись к самому началу к 2003 году то есть до 2003 года когда только ВБА ВБС по-моему что значит к сожалению нарешті немає того фейкового недотитула того выкидыша Дона Кинга не позбавилися уже до Анатолий Анатолий приветствую я закончил всем привет всем привет анатолий ще не потрачен перед тем подобные поединки тем больше начинаю верить что ты извращенец и при нагоді при нагоді при как бы оказії я опять я хочу подрисоваться судьбой моих десяти бутылок брейд все все продолжай продолжай как ни странно мне нравятся такие поединки когда много ударов когда идет прессинг когда идут удары на удары я соглашусь с Ярославом что Рамирос он еще не страчен он молодой еще и я думаю он покажет еще себя каким-то может быть чемпионом может быть он не станет но таких как Лопес он выиграет как Теофима я имею ввиду то есть прогресс более умный здесь нужно будет с другой стороны подойти а сейчас прямо обои жалко жалко Коми потому что серьезно его уже используют так как бы какой-то использованный материал на его имени как бы ставят его сильными соперниками и он проигрывать уже как-то жалко стало я надеюсь что он за эти бои которые последние он так проиграл я думаю заработает на хорошую пенсию на небедную старость потому что очень последние бои все проигрывают и как бы вот так вот большое избиение было иногда он был и попечный в конце попал его просто мне кажется просто его в конце избили просто он мог продолжать но он же просто был избитый я думаю он уже не хотел вставать хоть у него и был там потому что после того как было счет 10 он встал то есть я думаю он смог если бы он верил в себя и верил в то что он выиграет он бы встал но видимо уже все у него видимо и голова была затуманена и попечный попал и он сдался мне вот так показалось потому что сразу после счета 10 он встал я думаю если бы у него было вот этот что он хотел драться он бы дрался это напоминает извини сцену щародеев цель видишь вижу тебя веришь верю вперед либо убьется либо покалечится да Хоса Карл Рамирес я думаю он же не старый он же 30 лет это уже тот возраст когда старость вот как раз его застанет именно в ринге это тебе не супертяжий что 30 лет начать карьеры 30 лет и тем более у него уже достаточно долгая карьера и бои были не самые легкие и смотрите что там теперь из этой категории делается какая у него функциональность он не устал а выкинул очень много ударов очень много ударов и удары такие были сильные вот именно он и думал как именно попасть и пропустил много вот у него одна проблема он пропускает то есть у него защита плохая а в остальном у него функционалка хорошая комбинаторика очень красивая очень замечательная много комбинаций с его стороны разных выходит не просто двойка тройка там у него бывают разные он с одной комбинации на другую срывает дистанцию то есть он я считаю он топовый боксер в этом весь я никак не пропустил багато в коме который на ногах можно сказать он был реально в коме смотри саляныч ты вот знаешь как родитель говорит сыну а ну принеси ко мне дневник так так у тебя только одни двойки и тройки а будущего нету ясненько но слушай я не сомневаюсь что тебе такой бой понравился потому что ты любишь когда люди вместо боксировать просто бьют друг другу морды это наследие твоей профессии когда ты приезжаешь в ресторан видишь что блять бокса нету одно сплошное мордобитие тебя это сначала возбуждает а потом ты думаешь блять ну не дадут получить наслаждение работа такая и ты их растаскиваешь поэтому понятно ты здесь ты по крайней мере получил удовольствие ты увидел окончание боя Анатолий еще раз тебя приветствовать братик отлично выглядишь посвежел и так Лоренса Коли Дэвид Лайт давайте лучше наверное с Рамиресом уже так как пойдем тут свеженькое ну все а потом уже за Коли я два слова скажу особо говорить не о чем Лоренса Коли Дэвид Лайт давай о свеженьком поговорим хорошо тогда этот был Лайт станет Лайт а Коли будет Дизлайк так чтобы коротко если честно я когда бой начал смотреть если бы я не знал кто боксирует то мне бы показалось что это боксеры категории ниже то есть 79 там с копейками что А Коли такое худое несчастье длинное вязлое что тот какой-то маленький мне кажется что Артур Батербиев тот же например между ними бы стоял выглядел 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 бы больше крузервейтам чем они оба а Коли это просто я не знаю ну два боя мы тогда с вами говорили может это было связано с проблемами с промоутером Адихирном специально была вот такая невыразительная подготовка и в конечном результате победы и поединки в целом но тут же вышел чувака подобрали шалом этот можно сказать что это его прорыв как правильно подобрал боксера без поражений с нокаутами новое какое-то имя для возвращения великого Аколи и Аколи выходит и с ним начинает играть то что Толик в ресторанах забирает когда два друга напьются вот эти обнимашки кончены ну ты же блин боксер с такими руками ну вроде бы уме и были же эпизоды когда ты попал и все опять ушел назад и опять обниматься но так не понравился что я часто скажу что Аколи мы считаем лучшим просто потому что там вообще уже никого нет на сегодняшний день у меня к тебе вопрос будет но все таки мы видим в рейтинге чемпионы там Баду Джек Арсен Долумирян ну и Джая Питая вот и ты закончил свою мысль и дальше я хотел бы чтобы ты проанализировал шансы Лоренса Аколи с каждым из этих чемпионов я попробую ну а Коля мне не понравился я опять же я не увидел то что мы все отмечали в том числе я что ну человека действительно ну достал он неплохо двигается он умеет боксировать он обученный он как бы нет у него каких-то так скажем выраженных проблем которые выходят на первый план в поединке но вот это что он показывает в последнем поединке это вот трудно понять почему человек который реально просто на одном джепе и на двойках мог разбивать боксера который изначально принял ну принимал для тебя то что тебе надо в плане чего он и шел прямо он еще не изобретал потому что наверное не умеет и не знал как это делать ни уклоны ни быстрые какие-то сдвижения там через боковой левый на вскочке там то ли удары через корпус то ли как-то поддавливание с какими-то вот заходом через корпус так как боксер против него высокий понятно джепам нечего было там ловить а он пытался и а коли понятно выкидывал свою руку просто его опережал ну то есть ты мог выйти в центр ринга занять центр ринга джеп джеп корпус джеп голова сбоку ну то есть он просто за счет вот длины рук мог его уже так измотать легкими ударами что в принципе этот лайк уже был бы тепленький надо было бы только на протяжении нескольких раундов доводить бой вообще до ТКО или КО ну то есть как по мне то есть у него для этого все было боксер был полностью под него у него не было сюрпризов по крайней мере либо он так сковался зная с кем он выходит и у него это его так сковало либо он действительно настолько обучен он мелковатый он не крупный такой что он мог передавить каким-то там физической силой вот войдя вот даже в эти клинчи где он мог а коли потрусить то есть а коли превосходил во всем но он сам создал поединок который выглядел ну так ну слабенько как по мне очень для того уровня на который в принципе мы все и я думаю что и многие в Англии и вообще как бы кто интересуется боксом в грузервейтах или в любом другое что этот боксер как бы ну как мы всем предполагали это будет абсолют либо это будет 2-3 титула и этот парень претендует опять же как многие делают на поход в хэви-вейт но то что мы видим он больше мне кажется ему надо больше еще чуть-чуть подсушиться у него наверное это получится перейти в 79 у него там еще шансы будут ну то есть вот как-то вот так улететь от Бивола либо проиграть частую ой улететь от Батербиева и Батербиева проиграть у Бивола ну наверное да это вообще классика будет тут просто хотя бы хотя бы будет знаете что друзья мои он он как минимум после этого наверное еще не закончится боксом потому что хэви-вейт с этой физической формы он очень ну не мощный если взять других крузеров которые боксировали раньше переходили он какой-то ну слишком для меня суховатенький очень как-то выглядит ну не физически не развинутый даже для этой весовой категории слишком но опять же возможно это своя генетика какие-то свои моменты но он опять же это не пользуется он должен был быть тогда как бабочка как Мухаммед Али говорил бабочка порхать просто выносить чувака он бы вообще не понимал где он а он создавал сам себе именно он создал себе проблемы а не лайк ему вот как по мне я разочарован на поле это третий поединок и не знаю не нравится то что я вижу ясно Карлос Рамирес Ричард Коми ну все говорили так то что я успел услышать это от Ярослава немножко немножко от Ярик что-то подкинул вы Толяныч ну во-первых я скажу что этот поединок мне тоже понравился потому что в нем казалось мне хотя бы была интрига она держалась в принципе держалась потому что и тот и тот мог попасть раньше что-то могло измениться если другие поединки более-менее почему-то оказались более предсказуемыми уже к какому-то какому-то этапу раунда возможно это вначале выглядело интересно но потом ты понимаешь что все начинает вырисовываться сценарий это не детектив это спокойный спокойная драма которая приходит к тому что одному будет больно и плохо Рамирес он простоватый он ничем не меняется опять же давайте все бои последние его возьмем он какой есть вот этот тупо мексиканец который ходит на свою дистанцию и работает сказать что у него супер выносовец да нет у него супер выносовец этот темп принял Коми который был выгодный Рамирес он в нем работал то есть если бы это была немножко другая игра то поверь мне что Рамирес бы задышал тяжело уже после экватора боя в том темпе который он сам бы навязывал что Коми делает Коми начинает по-моему если не ошибаюсь с 8-го и с 9-го работать плотно джепом это сразу же останавливает хотя бы притормаживает вот эту дикую активность Рамиреса добавляет справа и начинает попадать почему он это не делал с первого раунда для меня не понятно почему он будущее выше в принципе относительно Рамиреса неплохо передвигающий неплохие ну я считаю не с хуже скоростью а может и с лучшей просто не боксировал с дистанцией джеп джеп опять же сайстеп провалил встретил ушел не успеваешь подвязал зачем он зашел с ним в ту дистанцию в ту дистанцию среднюю и начал с ним боксировать его стиль где Рамирес я считаю что тоже не самый аз но для Коми этого оказалось достаточно потому что как бы опометрия вышла на первый план то есть если Рамирес в своей дистанции более с короткими руками попадал то Коми из трех ударов цеплял где-то ухо где-то кличо то есть он даже не мог точно предложиться тактически тренера в углу мне кажется Коми либо они не смогли его заставить делать элементарные вещи которые были на поверхности там не надо быть слишком искушенным либо он либо они такие же как и он и тупо просто решили что пускай порубится а там а там пойдет а когда поняли что не получается начали ему говорить и вот тоже были эпизоды по-моему 8 или 9 но ближе уже к тому когда уже было все критично у него начало получаться он начал сдерживать Рамиреса на той дистанции которая должна была изначально быть поставлен и Коми в принципе я считаю мог перебоксировать ну я не говорю на какую перебоксировать Рамиреса он мог а он все сделал то чтобы Рамирес его бил и вот как Толик тут получалось уже столько всего и везде что просто решил слиться ну то есть я там не было такого потрясения в печень которое действительно не позволяло ему встать было видно что у него зрячий взгляд насколько это было видно в глазах он видел что ему считает он понимал что происходит и он дождался десяти и встал то есть он просто сдался как Толян говорит просто устал и ему накидали наполкали натянули и он сломился что дальше Рамирес про Грей я думаю он вылетит Лопес если не будет опять вот это включать танцора диска со своим папой пьяным а будет именно боксировать Рамирес вылетит ну и что и Рамирес это будет вот такое сейчас коми вот как-то так ясненько ну и переходим Анатолий сказал что я просто больше боксерскую терминологию и красивейше я абсолютно сгладен и вважаю его мега розумным людинаю и найкрашую людиною чернівцю как минимум Ярик красавчик Яко пацаны я думаю что нам нужно выключиться и оставить Ярчика и Кули на столе один так Дядя Юра не начинай я отлично выгодил но я что-то не так сказал может не нет все хорошо все правильно такой респект от Ярчика меня без куража он мне никогда не говорит что я такой умный что я такой есть я не Юра это знает вся Украина а про меня хочу узнать Ярослав ты что-то хотел сказать дорогой я хотел бы добавить что правильно говорит у него получалось джебом но Коми никогда не был тактиком ну то есть чтобы разбирать запомнили смотрите у кого было проблем с Рамиресом правильно тактически построил бой Постол и правильно тактический бой построил Тейл он его подхватывает я один нюанс правильно построил и проиграл но тут надо уже добавлять мы говорили в прошлый раз что почему проиграл Ярослав я с Юмором это вопрос да почему проиграл вопрос может слился может денег заплатили но Постол и Тейлор реально тактически они его подхватывали Рамирес пер и за счет того что во-первых они высоковатые ну то есть хорошо действуют на ногах и на контрах особенно Тейлор да и Постол своими такими то есть он не бьет скорее режет удар он также матиса поймал вспомните в печень то есть он хорошо впадывал в узких коридорах Рамирес прям как вот этот носорог он просто впадал в угол а Коми он никогда тактиком не был он брал за счет физики он забивал просто чуваков и опыт физика хорошие данные неплохая скорость для легкого веса все а так для меня он деревянный боксер и сейчас что с ним творится я же говорю у него очень интеллектуальное лицо когда он улыбается я все вспоминаю с Сломаченко и я думаю что если не прекратит боксом заниматься будет еще хуже это гримаса улыбки застынет надолго надо вязать то тут пойми правильно тут прикол не в том что Коми Коми это же инструмент в руках если мы говорим уже так более детально тренера который должен понимать потенциал и хотя бы выработать вот сказать ему самые элементарные вещи которые надо делать там не надо же мы все же понимаем я думаю все согласятся изобретать что-то там надо было просто держи дистанцию он это все умеет то есть тут не стыд вопрос что он его заставил бы двигаться в каком-то там новом стиле он не мог держать он не мог держать дистанцию потому что прессинг что постоянно он не мог на этом джебе джеб слабый для удара против рамироса его остановить он не мог его держать хорошо восьмом или девятом вау где-то видел я видел я тебе говорю он там один раз два один эпизод два там мог там удержать когда только рамироса это хотел а когда рамироса хотел идти в прессинг он не мог его остановить он даже не поймет что это работает я думаю что комик такой там уже с ним боксировать чтобы остановить его он когда к нему уже подходил уже на близкую на среднюю близкую вот там уже он был вынужден просто с ним боксировать когда на дальнее его держать ему нужно было иметь удар а у него нет такого удара чтобы остановить рамироса рамирос просто держит хорошо смотри элементарно он работает ноги легче потому что понятно влаживаться с первых раундов каждый удар комик бы не хватило и если бы он сам бы чувствовал что этот удар не несет такого урона ему первое что ну это опять же но это работа к чему и вел я не веду именно коми мы определили что коми ну на определенном уровне ему дальше некогда это уже работа тренера как-то его ну не знаю доносить эту информацию 2-3 удара быстрых не успеваешь сместиться влево или вправо прижмись к нему но не иди с ним в размены эти ненужные потому что там заведомо со своей афрометрии ты не можешь там себе развернуть арамирес рыба в воде то есть это же было видно изначально почему они ему ничего не говорили либо они говорили а вот как вот я Ярослав говорит улыбался это план это 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 дало вот план вот будем говорить так же делал да 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 слушай там совсем это все равно посадить крутого огоньщика за таврию сказать так давай 220 вали будь лавси ну блин ну ты так говоришь справа у вас строя многом говорят так как я это вижу но мы ведем мы как вот вы многие начали говорить о том что такое будущее у рамиреса вот он такой вот он такой ну вот вам коми который вот такого же бери коми только с более лучшего материала как даже ярославчик насколько это бы жестко не звучало и все и рамирес получает ну я думаю нормальных таких люлей ну как минимум то есть он он опять же он хороший будет для проспекта он хороший будет для какой-то защиты но он я его не вижу боксером даже несмотря на то что тут весе есть несколько вот так вот ярослав говорит кто-то добавился кто-то вот как лопес пока мы тоже не понимаем насколько он себя тут проявляет потому что пока он себя плохо проявляет но у него есть потенциал это тоже надо признать и вот я не вижу у рамиреса даже с этих ребят что он может с тем же матиасом который бьет как конь копытом он сможет с ним попробовать он с матиасом порубиться что будет захрапит он скорее всего даже челюсть не выдержит ну то есть тут моменты в том что он может дать дальше вот рамирес будет вот увидите ну я хочу чтобы нам удалось всем посмотреть его бои в будущее я думаю что мы не увидим нового рамиреса такого же самого только либо прическа будет другая либо голова больше либо меньше от того что он пропускал до подготовки а в рамиреса верит лишь его мама так что давайте держит руку все больше у него ничего нету а почему коми такой ребята ну поймите одну такую вещь он проиграл бой приходит домой жена ему бак слева у нас два кредита не выплачены бак справа бак слева бак слева бак слева у детей плохие оценки у нас был еще поединок не знаю не знаю смотрели не смотрели не смотрели а сэпэда гаят не раджи сэпэда все-таки как ни крути тоже он в топах первого полусреднего веса ну и как вам этот бой я погоджусь спарринг спарринг так вот как по мне ну чисто 10 раундов спарринг каждый отрабатывал какие-то свои задачи один строил постоянно гриматься с тем какой он красавчик когда у него получалось нырнуть или здорово защититься а если еще где-то зацепил он такое ощущение что он уже вот все дайте миллион долларов мне и путевку костюм с отливом и в Крым то есть вот какое-то такое было ощущение а сэпэд она только понимал что все как бы идет по плану запланировать спарринг у нас просто люди пришли и четенько что-то там тыкал отрабатывал то есть я даже не видел сэпэду вот ну даже на ну где-то на процент наверное 70 от того насколько мы привыкли его видеть какой он агрессор такой он более идет вот скажем в стихию боя то есть тут так все было вот легенько я вот посмотрю спарринг не знаю у меня такая ассоциация может у ребят другая не знаю кто хочет сказать об этом поединке потому что я бы и не дивился но кто я такой чтобы не погодживаться с Анатолием я чувствовал что мне придется береговой тоже какой-то какой-то парал какой-то актуал я бы не смотрел я Кольберта смотрел к сожалению Кольберта к сожалению не записал но я вытащу записи мы обязательно поговорим потому что поединок был очень интересный на каком языке Ярчик Ярчик ты зря сказал программ я бы все-таки другое слово я бы Ярчик мне кажется что Ярчик занимается он говорит что он в театре я думаю в театре каком-то с эротической или порно уклона ярчик ярчик выходит с микрофона дурабой дивился Кольберта с тим кускуем якого вы не знаете кто таки Кольберт ну той чувак которому накинчали на голову и там все пожовтило застило и пожовтило в общем бой був хуйня рефери хуйня лише той був чувак охуездный имени якого я не памятаю а так и концовка украина переможе и все до речи сегодня день театру ребята 20 марта был день куниглиуса вот это праздник кстати цигарный свято было я тепер буду рассказывать чтобы моя жинка подавилась это видео а мне стоит вырезать когда я буду выкладывать 14 марта день миньета международной не вы называете циганом а не дураком нет нет ты умеешь ты как настоящий артист умеешь становиться тем кого хотят в тебе увидеть окей все я понял сэпэда не рад это это было я просто посмотрел первые три раунда и сказал себе мэть мэть после околи настрадался после околи настрадался поэтому посмотришь десятый раунд концовку и все и все грехи тебе прощены и теперь самое главное самое главное дэвид бенавидос калип ребят я амбили с гонгорою это тоже 76 амбили этот француз который с гонгоро боксировал никто не смотрел да нет я так одним глазом смотрел все вечера бокса но если честно я боролся больше с интернетом поскольку у меня вырубала иногда трансляцию слушай гонгоро с амбили который на третьем месте по амбили гонгоро если кто не смотрел не смотрели я смотрел просто я думал все посмотрели тоже как бы они параллельно ты знаешь кто не смотрел этот бой то и лох дам не 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 я думаю скоро все на опаки а ну не ну в принципе давайте все нейтрально ух ух и ух ух и Вот так с Беттербией он был. Вот. Ты имеешь в виду тот футбор, который победил Ахмедова, да? Да, да, да. Он бил этот французский, он в Канаде. У него два паса, французский и канадский. Он третий рейтинг по WBC, мне кажется, в третьем месте. Честное слово, я даже не пытался этот бой смотреть, потому что трансляции международной не было. По крайней мере, у меня. И по WBC. То есть это тоже был элиминейшн. То ли он с Мореном будет уже боксировать за чемпионство, то ли выходит на Сауля Альвареса. Я не думаю, что Сауля Альварес будет боксировать с Гренгора. Альварес бы не видел, все остальное неинтересно. Давайте не обсуждать бей, которые транслювали из Канады по оптоволу. Специально для Молдовы. Давайте уже что-то толковое, что там было. Итак, Бенавидос Калеб Плент. Хочу сказать, что несмотря на проигрыш Калеба Плента, я его просто доуважал еще больше. То есть чувак, вот действительно, он вот здесь вот в хорошем смысле, без каких-либо неготичных ситуаций, но не смогла я, не смогла, он сделал все. Просто действительно Бенавидос оказался не просто здоровым чуваком с ударом, но и чуваком, который правильно все использовал. И свой рост, и свой размах рук, и свои удары. В принципе, уже в первом, ну то есть как поединка, он уже всю свою работу сделал. Дальше это была охота за головами. Единственное, в чем можно упрекнуть Бенавидоса, это в том, что он настолько хочет ударить, и настолько показывает, что он хочет ударить, что у него, блядь, ударить быстро и качественно не получается. И благодаря этому Плент многие удары успевал увидеть и избежать этих ударов. То есть результат поединка предсказуемый. Я очень жалею то, что, в общем, как бы у Плента, ну не получилось. Он реально выложился до конца. Но это был не его вечер, и вряд ли он что-то смог сделать. Толяныч, что ты скажешь? Ну, сегодня мы хороним американский бокс. Как бы так. Вот как Джойс Джойс, как Бенавидис, в наше время, мне кажется, даже тот же Джойс Джойс в хейвете всех уплёт. Так же, как и Бенавидис, из-за чёпотом мощи. Я бы так посчитал. Мне первые четыре раунда я дал Пленту, пятый под вопросом, девятый тоже под... Девятый можно тоже отдать Пленту. А остальное я бы очень много пропустил в Пленте. Как бы, даже если дать ему пять раундов, как бы, да, как бы пять-шесть выходят по раундам. Как бы выиграл всё равно Бенавидис. Урон был очень сильный. Я бы воспитался такой, смотрите, сравнивать Бенавидиса с Альваресом. Ну, слушай, ну, об этом мы поговорим. Давай сейчас выскажем своё мнение, а потом уже Бенавидис с Альварес. Анатолий, твоё мнение. Давай по бою. Я вот, да, я вам скажу, что... Подожди, подожди, давай Толя про бой расскажет, а потом ты. Да, да. Подожди, давай Толяный скажет по бою, а потом ты. Да, да, да. Что я видел в бою? Я увидел одно, что у Плента не хватало силы удара, основан Бенавидиса. То есть комбинации были очень резкие, но не было эффекта. То есть не хватало мощности. Мне кажется, Бенавидиса, я не знаю, кто хочет, как его делать. То есть удары были сильные, быстрые, потому что сила, скорость это равняется мощь вот этому вот удара. А на Бенавидиса это никак не реагировало. Он пытался двигаться, но всё-таки, как мы отмечали всегда про него, у него кардио не на 100%. Есть проблемы с кардио у Планта. Если у него очень хорошее мастерство, то есть кардио у него немного ниже. За это как бы всё это вот случилось. Но он выдержал, он до конца боксировал, даже в 12-й раунде в конце выкинул. Хорошую историю. То есть он не хотел сдаваться, он пришёл выигрывать. Жалко, конечно, но вот такой у нас сегодня бокс, на сегодняшний день мы такие люди выигрывают. Как бы на бейзе Франкенштейны. Анатолий. Я вам скажу, что вот Столяныч правильно сказал, что там раунды 5-6, но я вот тоже сразу подумал, Столяныч подкатил большой урон. Там не столько было считать раунды, насколько те эффектные попадания, и та давка, которая постоянно приходилась на Планта, когда у него уже, ну, как бы стали, скажем, когда его уже начали переезжать потихоньку, вот она сыграла большую роль. Потому что по раундам, возможно, действительно, как... Я не считал часа раунды, я смотрел на само событие, на само шоу, и я вам скажу, что первые раунды, я соглашусь, что Плант очень здорово действовал. И опять же, мы увидели у Бенавидоса его извечную проблему, тяжёлое выкидывание рук за счёт того, что, как вы заметили, он хочет ударить каждый удар. Поэтому он у него вылезет, как будто у него какие-то резинки привязаны, которые не дают ему выбросить этот удар хлёпко, они у него просто тягучие. И отстающие ноги, которые валятся. Но вот эта мощь, его там хорошо было сказано между раундами, ну, американский комментатор говорит, «Мехикан монстр». Я так это услышал, думаю, ну, это, блядь, стопроцентное то, что вот происходит. Мексиканский монстр, он просто шёл, и план, действительно, он старался уходить. Вот то, что мы говорили, он пытался остановить, работать джебом, он пытался с быстрыми ударами как-то подстрелозить. Но мощи не хватало, а влаживаться, скорее всего, и, наверное, ему и в углу это подсказывали, не пытался потому, что, зная, что он мог не попасть, либо на любое замедленное, вернее, любой удар и не смещение будет вылетать удар Денавидоса. А он так, как он уже пропустил до этого, и, не зная, понимая, какая-то тяжесть, он не рисковал для того, чтобы ударом не попасть, не дай бог, на удар, как вариант, и плюс, чтобы Денавидос за него не зацепился, он не успел уйти на нужную дистанцию, либо сблизиться, наоборот, заблизко. То есть он пытался работать, маскировать даже какие-то сильные удары. Он бил раз-два-три, там, допустим, четвертый сильный, там раз-два-третий сильный на отходе джепом и смещаться. Он боксировал, и вот я полностью с Поликом соглашусь, что он не пришел отбывать номер, он не пришел быть статистом, он не мирился, он понимает, что даже у него ситуация плачевная, ему тяжело от раунда. Вот где-то я соглашусь, что где-то после шестого мы уже понимали, что пошла охота уже на Планта. То есть если еще до этого план имел здоровый, ну, были эпизоды очень классные, и мне от Денавидоса вообще не нравилось. Я думаю, чувак, как ты так боксируешь, руки тянутся, ноги это, он и пропускал вроде бы как немало, но на нем вообще на этом ничего не видно было. Лицо свежее, чистое, он в каждом раунде вставал, 30 секунд там дают или минуту, он уже за 10 секунд стоит, ждет, давай, малый, и вперед. Не понравилось мне, скажу, что еще вот за этим чуть-чуть рефери, как-то вот он тоже как-то, он неуверенно иногда себя вел, и вот даже вот эти моменты, когда он говорил стоп, и он должен был, четко боксеры должны были отойти на дистанцию. А если вы обратили внимание, там постоянно было такое, что он тут вроде бы стоп, сколько он что-то говорит, отпускает, и Денавидос сразу же, то есть Плант еще не успевает переварить ту информацию, которую получил от судей, или то, что сказали Денавидоса, этот налетел. То есть рефери немножко действовал, он, я скажу так, что он не то, чтобы потерял нить боя, но он не был авторитетом в ринге. Вот так тебе показалось. Анатолий, я тебе скажу, что команда Break подразумевает сделать шаг назад и продолжить поединок. Он их отталкивал уже, Юрий. Нет, нет, по команде Стоп, стоп, боец должен прекратить действие, занять напротив своего соперника позицию, и ждать команды бокса от рефери к продолжению боя. То есть вам не показалось вот эти, ну, вот эти, вроде бы, несущественные, но они все-таки какую-то роль играли на весь рисунок. Тут, смотри, я по своему опыту рефери скажу, что есть боец, который хочет боя, хочет скорейшего продолжения боя, потому что он понимает, что он уже насыпал, и надо, блядь, не давать сопернику восстановиться. Вот это Бонавидос. То есть Кенни Бейлис сделал все, он говорил там, допустим, Break, а когда боксеры, естественно, стояли на месте, он их разводил. Но потом он убирал руки, и команда была Break. То есть после того, как он их рассунул, он вышел, продолжайте, ребята. И Бонавидос быстрее начинал. Поэтому здесь сказать, что Кенни Бейлис как-то, в общем, подыгрывал Бонавидосу нельзя. Я не имел в виду подыгрывать. Я имею в виду, что где-то он терял авторитет, планит своих. Вот если он давал команду, он было такое, что он несколько раз показывает, отталкивает, а этот все равно подходит. То есть не было... Мы же знаем, как иногда рефери жестко могут поставить боксера на место. Отвели, сказали, еще раз там дернешься, я тебе сниму балл. Ну мы же часто. И боксер понимает, что я, да, он немножко понимает, он хочет боксировать, но есть рефери, который дает команду, и надо четко выполнять. Тут много раз было, когда рассоединение, когда вот это было, чувствовалось, это не подыгрывание кому-либо, не дай бог. Это именно в том, что где-то он потерял нить тяжело. Это неправильно будет сказано, потому что, в принципе, не было каких-то таких нарушений грубых, не было каких-то таких подыгрываний. Просто где-то он не контролировал, то есть, вернее, его авторитет не показалось, не был такой, как мы привыкли увидеть раньше. Может, это мое субъективное точное мнение. Нет, это мое субъективное мнение. Опять же, я смотрел этот поединок внимательно, у меня претензий к Тенни Бейлису нет. Когда надо, он отчитывал. Когда надо, он отчитывал за то, что там план слишком держит. Когда он отчитывал Бонавидеса за то, что тот палит. Но в действиях боксеров не было криминала. То есть, это было... Не было, безусловно. Мне кажется, что ты здесь немножко, в общем, ищешь черную кошку в комнате, когда ее позвал Ярчик, знаете, кормить. Да давайте поискать. Окей. Ярчику давай ты, и Ярослав у нас уже подведет все. Я после этого поединка понял, почему Альварес не хочет бить с Бенавидесом. Потому что Бенавидес умеет користить себя своими габаритами. Так нивелировать полностью джеб Планта еще никто не мог. Потому что, смотрите, поединок с тем же Альваресом, Альварес захопал этих джебов. И Планта в некоторых раундах виглядал, ну, довольно таки красавчиком. А з Бенавидесом жодного раунда, де Плант виглядав красеным, не было. Бенавидес пер и на каждый джеб Планта відповедал, и летела вот эта вот каряга, такий типу свинг-оверхендище, такий дядьевский, Альваресу Бичкови тут ничего не свитит. Ну, мы сейчас поговорим про Альвареса, поговорим про… Все, не говорим про него, доброе. Ярослав. Понравился Плант, ювелирная работа, просто насколько может быть ювелирная работа в начале боя, это просто превосходно. Такой бокс, хочется смотреть, он классен, про Плант, хочется сказать, такой бриллиант и в таком навозе, в плане 75 килограмм, что там написано в паре. Ему бы Коля, и, ну, я уверен, что он бы продержал Макарадори, и, ну, отыграл бы Апитаю, еще бы там Баду Джека, ну ладно, сейчас обои. Я тоже, мне кое-какая работа рефери не понравилась, я согласен с Анатолием, потому что что мне не понравилось, он сделал представной шаг и с удивленными глазами смотрел не на Беневидеса, в смысле, не на Плента, который нахватал ударов, а на Беневидеса, то есть, может, действительно, Беневидес раньше стартовал. Кенни Беллис, я тоже считаю, что он не владел, в конце, недостаточно владел авторитетом в ринге, который нужно было, то есть, бойцы его не слушались, это первое. Но, касаемо боя, все превосходно до второй передачи Беневидеса, когда Беневидесу просто сказали, включай вторую передачу и все получится. В начале просто он выглядел просто лохом. И удары, удары Беневидеса, Плент видел, за три секунды до того, как он просто даже думал, их выбрасывать. Насколько Плент их читал, уходил, он делал движение, Плент просто уже убирал голову. И Беневидес, он видел, что тот убирает голову, и он понимает, что надо туда выбрасывать удар, а он уже не там за 40-50 секунд. Это так читалось. И, конечно же, наверное, Пленту не хватает жесткости. Реально не хватало конкретной жесткой двойки. Я просто представлял, как нужно работать с Беневидесом, чтобы его побить. Мне вспоминается Лара. Лара 69 килограмм, как он прекрасно парил по рингу, и бил двухударные комбинации, он жестко сбивал оппонентов, и постоянно был неуловим. Но это очень крайне сложно сделать, потому что Лара ювелир, и просто прекрасен в работе. Все-таки Плент хорош, но он не Лара. И здесь, когда наступил пятый раунд, да, если честно, было жалко Плента. Реально было жалко, когда он хватался ударом, у него было все разбито, и, ну, я не знаю, снимать, не снимать, наверное, рано было, потому что он с храбрым сердцем кидался, но до такой степени его так бескомпромиссно атаковал. Беневидес просто, ну, просто Беневидес как почувствовал кровь. Он увидел кровь, эту яро шел, выбрасывал этот разрезной удар, Плент просто спасался клинчем. Плента спас класс, наверное, его. Класс, опыт в боях с Альваресом, а так, после пятого раунда Беневидес, ну, был тем Беневидесом, который мы все привыкли видеть. Он просто наступал, кидал много ударов. Единственное, отмечу, у Беневидеса хороший блок. Блок мне понравился, Беневидеса, да, то есть, блок, и немножко такая раскачка. Блок отличный, Плент запускал левую руку, часто блоком сбивал он его, и поэтому Плента это обескураживало. Он не попадал, много джеба уже во второй половине. И, да, хороший блок, Беневидеса. Хороший блок, хорошее давление, такие покачивания, и, конечно, такие, он просто бежит на тебя, он реально не идет, не поддавливает, он просто бежит. И от такого очень сложно спастись, я не знаю как, но нужен топинг, я не знаю, может корпус, но опять же, отбивать ему, но он очень большой в этом весе, ну, как бы, такое, очень крепкая физика. По Пленту нет вопросов, красавчик. Теперь давайте поговорим, Анатолий, начиная с тебя, о Беневидеса Уль-Альварес. Особо не привлекаясь в аналитике, вот так вот, кратко, емко, твое видение этого поединка. Кратко, емко, я думаю, что поединок, как работал Плент с Беневидесом, в каком стиле работал Беневидес, скорее всего, он так и работает, очень подходит Альваресу. Альварес, я думаю, имеет все просто блестящие шансы поединок у Беневидеса за счет того, что как раз в отличие от Планты у него есть чем остановить, в отличие от Планты он может и потолкаться, если надо, и он, в принципе, достаточно, если брать относительно Беневидеса, достаточно подвижен. Альварес, как мы когда-то отмечали, у него проблема с боксерами, которые умеют убегать, которые игровики, вот там ему тяжело. когда боксеры идут на него, либо когда он идет на него, он там просто, конечно, красавчик. Поэтому считаю, что он приблизительно показал план на бой, как должен действовать Альварес. Просто Альварес будет это делать намного круче, сильнее, больнее. Альварес, я думаю, выиграет. Не знаю как, но выиграет. Ярослав. Я думаю, что выиграет Беневидес недостаточно. С тем, что сейчас является кем является Альварес. Думаю, пик не пройден, но для того, чтобы сбить Беневидеса, нужно вначале поработать на ногах, нужно много изобретательности. И нужно не отдать центеринга. Наверное, здесь будет ключ именно не отдать центеринга. А у Беневидеса сложно его не отдать. В определенных моментах он будет его перебивать, ловить. Но ущерба большого я не думаю, что он нанесет Беневидесу. Кто-то сел на пятку или в печень пропустил бы. Поэтому и общее КПД, ну, типа Альварес тоже не суперфункционален. Поэтому я считаю, что выиграет Беневидес из-за того, что Альварес хоть и будет ловить, и будет попадать, но общего количества попаданий, если будут честные судейства, не хватит Альваресу для того, чтобы переиграть Беневидеса. Он не функционален, он не супер ножной, то есть это не план. План работает лучше, чем Альварес. Поэтому, ну, как так может, пощитрить, а как? Ну, я не знаю, тут надо супер хитрость изобретать Альваресу, либо же суперфункционалку, он однозначно будет готов. Классно. Но думаю, даже этого не хватит для Беневидеса. Ярчику, физически слабше, функционалка, которая показала поединку с Біволом, ну и даже с Головкиным, Альваресу уже в последних каундах не виглядал живчиком. Особливо, когда Головкин уже джеб був деякий раунд, где Альварес там досить некрасиво виглядал. Тому я вважаю, что Беневидес однозначно має з'їсти цього рыжого бичка и висрати жирный бюштекс из него. То есть без шансов. Иван Анатолианыч? Я добавлю Беневидес маленькую ремонту, то есть это моя первая боя случилась. Я не знаю, как другие, тебя вообще не слышно. У тебя такой шум идет. Алло, сейчас слышно? Да, да, да. Супер. Я говорю маленькую ремарку на виде сплана. Перелом случился в шестом раунде, а катастрофа с десятого. Это я хотел заметить. А насчет Беневидес Альварес в этом бою когда-то будет. Альварес ужасный звук что-то, ужасный звук. У тебя там, ты говоришь, у тебя телефон упал. сейчас слышно? Да, да, да. Я говорил о том, я вообще сомневаюсь в этом бою, что этот бой будет. А если и будет этот бой, то у Альвареса только один шанс, мне кажется, на нокаут. В отличие от Беневидеса, Альварес имеет комбинации хорошие, то есть он комбинаторий и имеет силу в ударах. У Беневидеса если есть только сила, и он бьет только за счет того, что лишь бы ударить, и как замечал Ярослав, что у него сейчас появился хороший блок, вот если этот блок как-то обманет Альварес и попадет, чтобы нокаутировать, хотя это очень сложно сделать, мне кажется. только этот шанс я вижу по очкам Беневидеса просто задавит. Мне так кажется. Ты думаешь, что просто у Альвареса в этом весе есть такой удар, чтобы перевернуть Беневидеса, который глотает все, видит? Есть. Он умеет ховать удар. Вместе от плата он умеет ховать удар. Сильный. Он поддохнул этот удар. Он попадет из этих ударов, которых не видят. Он может замаскивать и выкинуть именно тот удар, который нужен. И челепа людей не качается. такое дело. Но дело в том, что при таком прессинге Альварес может этот удар захватить и сам не найти как наркоман наркотик. Да, к тому же я замечу, Альварес просто может вымахаться в определенный момент, когда Беневидеса у него просто не будет силы этот удар как бы выкинуть. Потому что Альварес будет стоять у канатов это однозначно. Он всегда у канатов стоит. Когда и Ковалев работал с ним возле канатов, и Бивол он прижимался к канатам, и Пленд с этим самым с Беневидесом нельзя стоять у канатов он будет и по корпусу тебя лупить и будет лупить тебя по голове. Из-за этого функционала у которого Альвареса и так мало 10-го и 11-го раунда может не хватить. А для удара именно даже замаскировочного и быстрого нужна сила. Вы вспомните какой был Альварес с Биволом. Он был просто измочаленный и уставший. Мы не можем брать Бивола потому что мы до конца за функционалку Альвареса потому что она у него не была сверх. Он просто делает все вовремя. Он именно хорошо заточен классно опытен и просто очень заскилованный. Есть вопрос можно задам всем вопрос. У кого быстрее скорость ручная у Беновидеса или у Альвареса? У Альвареса? У Альвареса. А теперь Альвареса мы встречаем все отмечали на протяжении трех или четырех лет что Альварес блестяще умеет перехватывать комбинацию он вовремя умеет выкидывать а почему сейчас вдруг мы об этом хотя бы не упоминаем понятно мы можем соглашаться это не простой это фрик который просто он как будто из первого тяжелого это фрик у него такой блок его нужно бить шпалой это фрик это не подхватывает будет подхватывать этого будет действительно в определенных моментах Бенавидес будет выглядеть реально глуповато но этого будет мало Бенавидес очень много делает он делает 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 из-за этого Альварес просто я думаю к определенному десятому раунду не сможет этот удар все-таки донести из-за этого А Бенавидес будет наступать на пятку Он знает, что Альварес то же самое, что он будет брать своей антропологией. И я вот, вы вспомните, когда Бенавидес дрался с Лемье. Я такое ощущение, что было чуваки в трех категориях вообще разница. Это вообще было страшно. Я вот как смотрел, такое ощущение, что Лемье вышел в 72, а Бенавидес в 90, так же говорю. Он здоровый просто, ну, до ужаса здоровый в этой категории. Какой у него рот, кстати, у Бенавидеса? То есть, конечно, еще не антропология, а антропометрия. Да, у них Пленто там один сантиметр роста, но в бою такое ощущение было, что действительно, ну, Бенавидес здоров. Какой рост, я не услышал. Я просто не знаю, какой он. Там метр восемь 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 у Бенавидеса, а у Пленто... Метр восемь восемь восемь? Метр восемь восемь восемь. У Пленто метр восемь восемь у Бенавидеса. У Сауля Альвареса метр восемь. Ну, тут интересно, потому что все-таки мы, опять же, все забываем и отмечали, что Альварес и его команда очень здорово умеют тактически подбирать план на поединок под любого. Опять же, Бивола не берем. Бивола – это другая категория. Он был настолько мелк после ковида. Мы не знаем, что там было. Он был сам на себя не похож, и мы это все признали. То есть, он даже не дал боя. Не то, что он проиграл просто. Он просто не дал боя. И что, почему, уже сейчас не важно. Мы берем... Вот это, я считаю, уже для... Ну, это мое субъективное точка зрения, что бой Альварес-Бенавидеса – это, как бы, во-первых, мегафайт, очень сильный в этой весовой категории. И это либо наследие уже такое, прибитое гвоздями Альваресом, либо передавание эстафеты молодому, сильному Бенавидесу. Вот, то есть, вот как-то так я могу трястить этот поединок. И каждый тут ставит на кон все. Еще один момент хотел бы заметить – голодность. Насколько голоден сейчас Альварес действительно остается. Потому что Бенавидес крайний... Мотивация. Назадок мотивации. Этот бой – мотивация. Это уже такой, как бы, определенно, ну, шанс такой Бенавидес понимает, что это бой жизни его. А у Альвареса таких боев уже было масса. Ну, вот, я думаю, что Бенавидес будет более голодный в этом бою. Ну, в любом случае, интрига сумасшедшая. Ну, каждый имеет право своего фаворита в этом весь икать. Юрий, что-то? Я еще просто хочу, чтобы вы не вскидывали один такой параметр, как команда Альвареса, которая умеет подобрать бой в необходимый момент, когда соперник не готовен до этого на максимумах. Бенавидес опять же будет, скорее всего, таким же, как и был в этом бою. Ну, скорее всего. Грубая сила. Он не сильный штат тактики. Да, он может включить скорость, но это, опять же, вы все отмечаете физика. Он ломает. Он даже по раундам у Планта не выиграл в калитку одну. Там был плюс-минус, как Толяныч сказал, равный, ну, как, относительно 2-3 раунда, разница в целом. Ну, просто тот урон и то, что Плант действительно не мог его ничем удивить и притормозить выдавалось, соответственно, такое, что мы смотрели и думали, блин, как этот парень держится. Все-таки я считаю Альварес, ну, все-таки на голову выше, чем Плант, если не на 2. И опытный, и более искушенный, и умеющий, и команда по интересу. Тут не все так однозначно, как у них. Я хочу, чтобы дядя Юра нам все-таки всех нас поставил за парты и рассказал, как будет. Дядя Юра, этого боя вообще не будет. Все вы потихонечку правы, ребята. Я с удовольствием вас слушал. Просто вы должны понять одну такую вещь. Для Альвареса, блядь, Бонавидос, он будет, блядь, легче всего. Давайте вспомним Альвареса, насколько он коротко и насколько мощно он бьет. Бонавидос, блядь, сам будет заходить на ту дистанцию, начиная, блядь, удар с дальней, блядь, потом выйдет на среднюю дистанцию как раз Альвареса. И он только, блядь, руку начнет выносить. Вот, посмотрите, почему Плант, почему Плант был успешнее в первых раундах. Потому что Бонавидос еще, Бонавидосу, как, блядь, воздух нужен был, блядь, медленный, блядь, Плант. Медленный. Который, блядь, сравнится с ним вот этим средним темпоритмем. Вот. И вы же заметите, что Бонавидос очень много ударов наносил в корпус. Даже он по два удара наносил в корпус, что является в боксе мавитоном. Два удара в корпус, блядь, дистанции, то есть прямые удары, это, блядь, мавитон. Мне Андрей Чумаков, когда я валил два удара, блядь, Чумаку по пузу, блядь, он меня потом, блядь, в углу отчитывал. Для Альвареса Бонавидос будет, это, блядь, просто монстр, действительно монстр, блядь, который окажется, блядь, абсолютно беззубым. Альварес будет к этому поединку готов очень суперово. Начиная от фармакологии и заканчивая планом, блядь, и стратегическими, стратегической линией, тактическими планами. Бонавидос, он, опять же, он умеет боксировать. Он очень хорошо умеет боксировать. Посмотрите любые спарринги Бонавидоса, он, он просто, вы не узнаете, блядь, если там, допустим, не увидите его лица, или не будет написано, что Бонавидос, вы удивитесь, как он умеет боксировать. Просто чувак катастрофически не любит это делать. И в отличие от Альвареса, который может, блядь, до конца сохранять свою холодную голову, действительно холодной, и, блядь, будет выцеливать, выжидать Бонавидосу, даже вот когда он начинал сближаться с тем, с Калебом, блядь. Слушай, ну ты уже избил чувака, зачем тебе спешить, как вор, подойди, нанеси пару ударов, отойди на дистанцию, снова оцени, снова сближайся с ударами по целям, а не старайся его забить. Ведь Бонавидос половину ударов просто не донес. Если бы все удары Бонавидоса попали, Калеб бы не дожил до экватора, он бы просто избит. И вот то, что Бонавидосу позволил Бонавидосу, а Сауль Альварес не позволит, он сразу будет отвечать. Вспомните того же там Смита, который сбоксировал, который старался бросать очень много ударов, и в отличие от Бонавидоса Смит бьет куда покруче, то есть он обученный боксер. И вот эти все удары, они не имели отношения, потому что Сауль Альварес показал, что он атакует и тут же ушел. И когда он уйдет, Бонавидос только тогда начнет махать по пустому месту. Либо Сауль Альварес пару раз его обманет и потом останется на месте, близится и удары не зевает. Я интересно рассказываю, Анатолианыч, ты как двоечник без будущего на задней партии. То есть мне кажется, что для Альвареса бой против Бонавидоса, блядь, если мы видели лучшую версию Бонавидоса, то блядь Бонавидос увидит, блядь, что такое лучшая версия Альвареса. Бонавидос проиграет. Я не думаю, что он проиграет. Поняли, все поняли. Побачим, 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 побачим. Нет, я могу ошибаться, но то, что делал Бонавидос, ну просто поставьтесь Альвареса на место Плэнта, который постоянно держался на дистанции. Плэнт прекрасно понимал, что удара, которым он может стопингнуть, то есть остановить Бонавидоса и тут же подхватить атаку, он попытался это сделать, но он не смог. Просто Плэнт – это игрок. Плэнт – это игрок на долгую дистанцию, на длинную дистанцию. Где он будет стараться выигрывать каждый раунд. Бонавидос – это действительно монстр, который жаждет от Нобли. Расхерачить гибеням своего соперника. И это заставляет его вымахиваться, уставать. Пока, конечно, это компенсирует здоровье. Но в технике, если Альварес действительно будет готов, как он был, ну готов к тому же поединку против Смита, либо Билли Джо Сондерса, вот, с Головкиным я вообще не хочу говорить об этом поединке. А с Биволом я не могу понять, что было с Саулем Альваресом. Может быть, он нагнетал-нагнетал, поставил на свой проигрыш, срубил, блядь, 10 лямов, блядь, и думает, ну, блядь, программу. Ну и шо, блядь. Все, теперь можешь взевать, Саулем Альварес. Сейчас посмотрим его бой Альвареса, посмотрим, какой он сейчас кормит. Мы давно его не видели, скоро будет его бой. И посмотрим, как там будет уже. Посмотрим, что с ним. Там нечего смотреть, это не тот соперник, который должен... Нет, 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 здесь мы можем... Доброе, ребята, дякую всем. Мне требует дитя укладать. Все, Любович. Да, по каблу. Под каблу. Да. Пани Галыни, витание. Малогов, понимаете, Логи, тихо. Все, добрый, давайте пока. Рады ему бачить всех. То есть, с райдером, Альварес против райдера, это, опять же, ну, то есть, наше извечное, да, а что представит Альварес? То, что райдер, говорит, будет расхерачен к восьмому раунду, у меня сомнений не вызывает. Потому что райдер, да, это хороший середняк. У него есть крепкая голова, блядь. Но он создан просто под Альваресом. Он хуже Лиам Смита, он хуже Билли Джо Сондерсом, блядь. Он гораздо хуже, блядь, Биволом, блядь. Вон, Толяныча уже выгоняют из класса, блядь. Анатолий, это что? Не-не-не, не-не, все нормально. Поэтому, да, мы будем смотреть на Альвареса с точки зрения, то его боя с райдером, с точки зрения, скажем так, ну, с Бенавидесом. Но я думаю, что для Альвареса, Альварес, ребята, он у себя дома. Он, блядь, у него там миг этих фанов, блядь, вагоны маленькая тележка, блядь. Мерчандайзин должен быть распродан, блядь. Трансляции. Америка должна снова захотеть увидеть Альвареса, блядь. Потому что не зря Альварес в Мексике это сделал, блядь. Потому что хрен сейчас он соберет арену, блядь, в этом вот где-нибудь в Лас-Вегасе, там, либо в Атлантик-Сити, либо в Нью-Йорке, блядь. Альваресу нужно классное возвращение. И райдер просто выполнит свою роль такой, знаете, собачки, которая, блядь, очень зло гавкает, очень грозно там клацает челюстями, блядь. Даже пару раз может укусить за штанину, блядь. Но заканчивается, блядь, то, что, в общем, чувак, которому она укусила за штанину, громким пинком отправляет ее, блядь, на другую сторону дороги, блядь, под колеса КамАЗа, блядь. И история смелой, блядь, грозной собачки заканчивается, блядь. Ну, да, что-то жесткое, я так, блядь. Меня сейчас все, блядь, собаководы, блядь, будут тупо ненавидеть и хейтить, блядь. Вот. Поэтому мне кажется, что Бонавидес как раз вот создан для Альвареса. У Альвареса, блядь, по сути, кроме его мексиканской злости, монстра и здоровья нет. Но, ребят, каким бы человек, вот помните, Володя здоровый чувак, офигенно здоровый, блядь. А Кори Сандер, блядь, еще более здоровее, блядь. Его измочалил, блядь. И вспомним Тони Томпсона, не Тони Томпсона, а Даурала Вильямса, который Володю, блядь, на филей посадил. Одним ударом в грудь, блядь. Хотя Володя, блядь, по технике куда круче его. Либо давайте вспомним, опять же, Володя, там, Пайсон, Фьюри, блядь. Володя должен был выигрывать по всем параметрам, блядь. Но, блядь, оказалось, что, блядь, половины вещей Володя не может делать. Вот если... Я тоже... Да, 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 да. Да, Анатолий. Я тоже говорю, что вот как... Я когда посмотрел, что вот Плант как работал, как Бонавидес, что для Адвареса это вот именно самое оно, то, что он любит. Ему не надо его... Вот правильно Юрий говорит, ему не надо никуда за ним бегать. Он, ему хватит его скорости, его мышления и его физики, чтобы вовремя, когда надо, отойти и вовремя, когда надо остаться, для того, чтобы нанести или встречную. Три-четыре, как правильно, в узком коридоре. Пока тот замахнется, там три-четыре удара, и по любые из них два будут очень жесткие. Которые, ну, не с первого раза, но со второго, с третьего, что-то, начнут давать о себе знать. И чем больше он будет пропускать Бонавидес, тем больше он будет делать ошибок. А Альварес, ну, все-таки там команда. Это не Коми про то, что мы говорили, что Коми элементарные вещи не делать. Там будет все просчитано до, как мы говорили, до каждой комбинации. И в процессе они могут этот план менять. Он у них может уйти. Вот Б план, С, то есть они... Ну, это хорошая команда, мы отмечаем, не зря тренер получал Рейноса несколько лет, лучший тренер, и Альварес был не зря лучшим боксером. Ну, да, у него он оступился, но... Ну, мы все оступаются. Это спорт, такое дело. Тем более он зашел не на свою территорию, он поднялся в какую же, в пятую или в шестую весовую категорию. Ну, где он действительно вообще мелковатый был. И опять же, там он не столько проиграл, что он ничего не мог делать. Он просто действительно выглядел плохо. Почему, никто не знает. То есть это не было выигр... То, что... Я не хочу там сказать, что Бивол плохо был. Бивол тактически очень правильно построил поединок и очень грамотно. Но Альварес настолько выглядел беззубым. Не потому, что он настолько был крут Бивол. Потому, что он ничего не мог делать. Он просто даже элементарно не делал то, что он... Мы знаем, что он мог делать. И вот это оставило вопросы. Хотя, опять же говорю, с Бенавидесом это будет бой чуть-чуть... Это будет чуть-чуть другая история. Это его весовая категория. Он тут король. Это он не перешел туда, где Бетербиев, где Бивол. Тут он король. И пришел какой-то Бенавидес, тоже мексиканец. Ну, это у них... Это вплоть до как... Кровная месть. Тут совсем другая мотивация, как по мне. То есть, и он покажет, кто король Днестрова. А вы хотели мост на этом сказке? Сейчас я вам покажу, кто такой мост. То есть, лучше тактический, технический Альварес. Он подходит под него Бенавидес. Но это мое субъективное мнение. Если будет этот бой, будем обсуждать. А я с вами... А, если я предлагаю пригодить сейчас обсуждение... Потому что, да... Я посмотрю, что вы скажете, когда этот поединок, блядь, состоится. И мы будем перед боем его обсуждать. Вот. На самом деле, мы, в общем... Дай бог, бой будет. Нет, бой будет. Я тебе говорю... Ну, я как и говорил, так и продолжаю говорить. Сейчас, во втором среднем весе, все шло, кроме вот Бенавидес, Альварес. Все. Ребят, есть что добавить у кого? Что у нас завтра? Или есть у нас вообще завтра по каким-то нашим... Завтра, несмотря на взрывы в Киевской области, конечно же, для нас наступят. И мы станем еще на один день ближе к победе. И я сейчас просто продолжаю, чтобы открыть, что у нас будет обсуждать будем завтра. Итак, у нас шедулы... Так, 31 марта, в пятницу, Харлем Ебэнк, Кристиан Узуфьера. Никто ничего не знает о них, поэтому... Это поздно завтра? Завтра в Робин День Фантазии. 1 апреля. Рабе Сирамирес и Саак Дагбо. Интересно? Я считаю, очень интересно. Энтони Джошуа, Жарманд. Саак, Радим Сакана. Ну, надо по Энтони Джошуа обязательно посмотреть. Ну, вот у нас два поединка, которые... Рабе Сирамирес и Саак Дагбо. Временное ВБО в полулегком весе. Ну, и возвращение Энтони Джошуа... Я, блядь, даже не знаю, как это назвать. Там события, не события. Просто возвращение. Попытка вернуться как-то, пока напомните себе. Плохое положение сейчас у него. Ну, надо, надо что-то делать. Значит, как шахмат охватывает. Как не ходим, мэти, имущество нету. То есть, развитие нету. Все ведется, блядь. Поэтому, господа, завтра Рабе Сирамирес и Саак Дагбо, Энтони Джошуа, Жарманд. Это не завтра, оно в среду. А в среду. А завтра же у нас мечты. Мечты, мечты. Куда ж без них. Завтра же день фантазии. Геймфантазий. А, да, ребят, извините, лоханулся. А что-то я готовил. А, 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 а. Рэй Шугар Робинсон. Рэй Шугар Робинсон. Нет, Рэй Шугар Леонард. Рэй Шугар Леонард против Флойда Мойвезера. А они что, были в одном весе, да, 69? А, ну да, да, были, были. Да, да, да. Ну, Флойд Мойвезер там вообще, блядь. В Девчоноктадо, блядь, что ты до Хэвэвэйта не дотянулся, блядь. И второй бой, и второй бой, это Александр Усик, Владимир Кличков. Уже очень много, блядь, Александр Усик, блядь, Владимир Кличков. Бой за креслом, за креслом, за Киева. Бой за креслом, за Киева. И третий вариант. Василий, Василий Ломаченко, блядь, лох. Вот и все, блядь. Вот все, что я могу обсудить, блядь. После его сегодняшнего заявления про то, что, блядь, выселение, блядь, этих пидоров, блядь, московской церкви из лавры, блядь, он сравнил, блядь, с уничтожением Киево-Печерской лавры нацистами, блядь. Это, ну, это, ну, поздать, блядь. Я думал, что, блядь, ну, Василу, блядь, не может ничего пробить, блядь, но, блядь, снизу постучались, блядь, и это был Васил, блядь. Вот. Ну что, Засим, определили мы на вторник и среду наши прожекты. Засим, я благодарю вас за... Я получил сегодня удовольствие просто огромное. Во-первых, мы все собрались, это охренезно, блядь. Во-вторых, у нас было действительно столько, ну, обсуждения, что мне один написал, я очень жду ваших зумов, блядь. Я говорю, ну, нам очень приятно, блядь, ну, а если не секрет, почему, блядь. Говорит, ни один, я очень много смотрю боксерских каналов, ни один боксерский канал не дотягивает до вас по аналитике. Поэтому, блядь, пять, пять этих вот дартаньянов, да, дартаньянов, четыре мушкетера, блядь. В общем, оказывается, куда круче целой гвардии, блядь, кардиналов. Ребят, это ваша заслуга, это заслуга. То, что мы нашли друг друга, ничего просто не бывает. И мне чертовски приятно, я очень горд, что я могу считать вас своими друзьями, коллегами, приятелями. И, надеюсь, вы точно так же. Поэтому всех обнял. Обнял дважды. И увидимся завтра, ребят. Спасибо вам большое, пока. Субтитры сделал DimaTorzok